Начало сезона. Для некоторых конец трудовых будней. Кафе, утомленный солнцем, стоит прямо на пляжной полосе Дагомыса. Еще полтора месяца назад от владельцев потребовали освободить набережную. На демонтаж дали срок до 1 июня. За прошедшие пять недель в незаконном кафе разобрали только треть площади деревянного пола. Теперь за дело возьмется администрация. Потребуется 3-4 дня. Заплатит за это хозяин бара, раз не сделал сам вовремя. И привыкли так жить. Налоги не платить. Обманывать за счет других. Присосаться к чему-то. И врать постоянно. Еще раз говорю, как вы не врете, если вы пообещали 1 июня, а сделали еще 9 не сделано. Я еще раз говорю, как вы не врете, если вы говорите. Это что, не вранье? Сама набережная Дагомыса тоже подверглась немалой критике. Сейчас ее внешний вид лучше, но до идеала еще далеко. Не все предприниматели выполнили свои обещания. На устранение недочетов им дали пару дней. Кроме того, мэр в очередной раз напомнил, что должны быть созданы все удобства. Недопустимо, чтобы за посещение санитарных комнат взималась плата. Кроме того, мэр попросил арендаторов часть пляжного оборудования сделать бесплатно. И со значительной скидкой для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Пример набережная в Лау. Здесь к лету подготовились основательно аэрарии. И зонты для туристов бесплатные. Благоустроили и набережную. Благодаря поручениям Анатолия Николаевича была проведена огромная работа. Все пляжи Лау, это и горный воздух, Лау-Вардене были проведены в соответствии. Большое внимание поручения Анатолия Николаевича было идено экологией, наведению порядка, сносу самовольных объектов, которые находились на пляжных территориях. Все эти задачи были выполнены. Снесены практически все объекты, которые находились на галичнике. Весь этот мусор вывезен, утилизирован. На пляже Лау завезли 10 тысяч тонн щебня для расширения зоны отдыха. И провели очистку дна и берега укрепления. Кроме того, сейчас продолжаются работы по соединению двух прогулочных прибрежных зон. Лау и горный воздух уже скоро объединит набережная. Остался один небольшой участок, на котором стоит незаконное кафе. В ближайшее время его демонтируют и работу будут завершены. Из того убогого пляжа, застроенного какими-то торговыми объектами страшными, мы действительно создали такой хороший уголок, великолепный пляж, хорошая набережная. И я уверен в том, что отдыхающие, которые много-много лет ездят в Лау, они оценят, они уже оценили, они видят, какие серьезные преобразования в лучшую сторону происходят в Лау. И в самом поселке Лау, видите, канализацию все сделали, дороги забетонировали, объекты хорошие. Набережную еще предстоит довести до идеального состояния. Необходимо ограничить проезд транспорта на эту территорию. По поручению Анатолия Пахомова на въезде уже к следующей неделе появится шлагбаум. А в течение ближайших 20 дней здесь должны исчезнуть и все старые тентовые навесы. Помимо этого, мэр поручил проверить, как владельцы частных мини-гостиниц платят налоги и проводить постоянный мониторинг состояния пляжных территорий по всему Сочи, чтобы у гостей курорта не было претензий и они увезли домой только приятные впечатления.